Всем привет, ребят! С вами Механик. Сегодня новенькая серия Сити Кар Драйвинг. И, конечно же, это будет РПшечка, в которой я украду тачку у деда. А перед этим в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк и пиши крутой комментарий, если тоже хочешь попасть в видео. Итак, ребят, начинаем. Как вы помните, в одной из прошлых серий мы поехали и купили деду вот этот замечательный крузачок. Прямо такой суперчеткий. И я долго просил его дать порулить на этом крузачке, но он просто говорит, нет хрен тебе, внучара, нет никаких тебе крузаков. И тут он уехал куда-то там на поля собирать, картошку копать. И я такой думаю, ну это ж мой шанс, надо фигачить. Поэтому поехали, пока его нету, надо ехать кататься быстрее. Возможно, мы успеем приехать до того, как он вернется, и тогда он даже не заметит того, что я куда-то ездил на его тачке. Знаете, еще в чем прикол? На тачке установлен чип-тюнинг, поэтому она теперь должна просто сумасшедшим образом ехать. Я не знаю, что там вообще, как он ее зачиповал, это же дизель все-таки. И она теперь с турбиной должна ехать просто неимоверно круто. Сейчас попробуем, сейчас попробуем бахнуть, очень уже не терпится, очень хочется. Так, что там, никого нету? Успеваем, по-моему, выезжать, выезжать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой же он валкий, а? Мне страшно прям давить газ в пол на него, он просто дико валкий, так, надо пристегнуться на всякий случай. А перед началом ролика рекомендую вам посетить мой магазин игр. Здесь вы найдете ключи и аккаунты по самым низким ценам, а также получаете хороший подарок за любую покупку в магазине. Все это и многое другое в магазине механика. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Хотя что-то даже не пищит, наверное, заглушку какую-нибудь поставила, но безопасность превыше всего. Так, надо фары еще включить. Ну, хотя сотка уже. Слушайте, а давайте замерим, давайте замерим его до сотки, посмотрим же, на что способна эта бричка. Как вы думаете, сколько она ей до сотки? Давайте, пишите свои варианты в комментариях. А я сейчас попробую сделать правильный такой замерчик. Так, вот здесь, я думаю, нам хватит места. Просто оттормаживаюсь на дороге, потому что это крузак, никто даже сигналить не будет. Так, вы готовы, да? Надеюсь, уже написали правильный вариант ответа. Я, в принципе, готов. Даже вот так вот, наверное, можно сесть, так поудобнее будет. Три, два, один. Давай, давай, давай! И... Как же долго. Твою калитку! Ты что творишь? Ты что, дятел? Блин, ты что, дятел Вуди, делаешь? Ты кого? Ты куда? В смысле? Ты что? Эй, ты! Обрубок! Ты что вообще выехал на встречную полосу? Вы посмотрите, просто... Просто бампер мне поцарапал, кажется. Бампер поцарапал. Дед... Дед просто замочит нафиг. Выстегнет меня. Что делать? Я не знаю. Надо ехать срочно куда-то на полировку бампера. Этого ублюдка мы оставим прямо здесь, потому что, ну, он сам виноват. Сам накосячил. Я и не успел. Мы не разогнались до сотки, по-моему, или разогнались. Давайте еще раз попробуем. Благо, у грузака очень крепкий бампер, поэтому ничего не произошло. Так, еще раз. Три, два, один. Давай, давай. Пошла, родимое, пошла. Ну-ка, ну-ка, давай деви... Стоп! Я не знаю, сколько было по этому самому, по миллисекундам. По секундам, пожалуйста, напишите в комментариях. Нет, я сам посчитаю, сколько было. А вы напишите свои предположения. Прямо по видео посмотрим, кто угадал, кто не угадал. Так, я видел заправочку. Обычно на заправках бывают всякие такие мини-магазинчики или еще что-то. Можно попробовать купить какой-то полироль и самому заполировать бампер тряпочкой. Сейчас попробуем это сделать. Блин, у меня ничего не работает. У меня почему-то не поворотники не работают, ничего не работает. Поэтому приходится ездить вот так, как в удачи, не последний. Но ничего не сделаешь, ребят. Так, тут есть что ли магазин? Да, да, вон автохимия, отлично. Так, я тогда сейчас куда-то вот сюда прямо парканусь. Прямо вот так вот встану. Быстренько, за полировочкой. И сейчас будем полировать бампер. Надо вот так выехать чуть-чуть, чтобы видно было. Так, ну смотрите, в принципе нормально, да? Тряпочкой протер практически как новый. Это BMW, ну как бы говно просто ненадежно. Не то ли вот Крузак, Тойота, блин, мощь, надежность, сила просто, а? Тачка очень нравится, лютая. Так, куда поедем? Поедем в город или в деревню? В город или... Поехали в город. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Поехали, может быть каких-нибудь девчонок там цепанем в городе? Так, тихо. Тихо, спокойно. Ну хочется, чтобы еще, конечно, он быстрее ехал, поэтому я думаю, что если этот видосик наберет как минимум 3000 лайков, то я смогу уговорить деда, чтобы он тюнинганул этот Крузак еще и прошил его дальше. Может быть, даже я сам займусь этим вопросом, тюнинганул его и он будет просто пушечным. Так что давайте, ребят, все в ваших руках, сделаем этот Крузачину просто бомбически быстро. Давай! Давай! Ну, кстати, классно едет, 130, вообще не чувствуется. Ну, звук дизеля, конечно, присутствует, от него никуда не деться. Это дизель все-таки, он достаточно громкий, как ни крути. А так, посмотрите, очень комфортная тачка и для города вообще идеально. Сидишь высоко, смотришь далеко. Так, где моя Сулико? Вот так вот сяду даже, чтобы быть еще выше всяких X5 и прочих. Так, вот тут, смотрите, еще светофор не работает, поэтому можно, ну, можно, в принципе, и вот так вот как-то двигаться тут. Главное, аккуратненько, чтобы никого не цепануть. А так, в целом, можно двигаться, потому что тачка большая, тебя все видят, и это гарантирует тебе твою какую-то такую безопасность. Потому что вряд ли кто-то выйдет в лобовую, хотя вот тот беймбист, он выехал, но он просто неадекват какой-то. Так. Жестко, жестко нарушаем, хоть и не на гелике. Блин, а вот если бы я... Ах ты, собака сутула! Блин, обидно было сейчас. Обидно было, но я видел, что цепану его, наверное. Просто внук сошел с ума, просто куролесит по полной программе. Смотрите, что делаю, жесткие нарушения. Ребята, если хотите целую серию жестких нарушений, но постараться, в общем, без аварии, вот так вот, да? Я, наверное, челлендж какой-нибудь надо запустить. Точно, жесткие нарушения без аварий. Наверное, одно из следующих видео будет примерно такого плана, и кину кому-нибудь еще и вызов. Будет, по-моему, круто. Так, ну что, давайте попробуем разогнать его здесь в городе. Попробуем шашечки, что ли? Шашечки! Воу! Просто, просто неадекват какой-то сегодня я. Да, бедный крузачина. Оп, успел, красиво прошел, нормально, нравится все красиво. Та-ра-та-та-та-там! Куда ж ты, дядя, едешь? Так, а че задняя передача не включилась сразу? Вы представляете, я его просто смял, просто смял его, настолько, настолько огромная мощность, что мне, в принципе, вообще все пофиг. Могу фигачить. Самое главное, вернуть тачку деду, и чтобы он ничего не заметил. Вот это основное, основное правило нашей сегодня с вами воровской серии. Просто украл, угнал тачку, красиво. Но у деда угонять, это, конечно, не круто, мне кажется. Но а че делать? Надо было просто дать мне прокатиться, я бы и не угонял ее. И так вот, щас, закуржетно. Оба-таку-таку-таку-таку. Оба-па-па-па! Вообще прошел просто, просто умопомрачительный. Ну, тачка такая огненная. Ну, очень мне нравится, как она и рулится, и едет. Просто идеальное соотношение автомобиля, его размера, его скоростных характеристик. Мне очень реально нравится. Так, а куда ехать-то? Сюда, что ли? Я не помню, куда ехать. По-моему, сюда надо ехать. Нифига ты! Куда он топнул так? Ты че, дядь? Куда ты так топнул? Ни хрена он втопил. Смотрите, 120 и уходит. А-а-а, догнал. Иди нахер! Вау! Вот это уже фиаско! Вот это просто фиаско! Эти БМВисты, они просто задрали уже. Да сколько можно? Как это вообще выносить уже? У меня просто сил не хватает. Вы представляете? Это второй раз за сегодня, когда БМВист просто меня дико, дико вымораживает. И при этом я его даже не задел. Чего на вариху включаю, этот ублюдок? Он просто меня настолько резанул, что... Что мне уже ничего не оставалось, как уходить в столб. Я пытался уйти еще правее, но просто уже не получилось. Скорость была высокая. Фух, это вообще странная фигня, когда ты вроде пытаешься ехать аккуратно. Но я не пытаюсь сейчас ехать аккуратно, я просто пытаюсь нормально так навалить на этой тачке. Но если ты пытаешься ехать аккуратно, я уверяю, что ситуация абсолютно такая же. Все перед тобой перестраиваются, тормозят, выезжают на встречную полосу. И все вот такое дерьмо постоянно случается и происходит. Кстати, на соточке, смотрите, как хорошо держит поворот. На соточке просто в поворот впиливаются. Буквально как картинка эта тачка. Практически трехтонная огромная махина. Вы представьте себе только. Это же офигеть может. И тормоза шикарные. Я не знаю, но эта тачка... Кто не любит эту тачку, поднимите руку. Таких, мне кажется, нет. А вот кому нравится, ставьте плюсик в чат. Не могу бахнуть Аудюху. Не могу, не хватает скорости, чтобы бахнуть ее. Э, э, хорош, не тормози. Да не тормози ты. Да давай что ли ехай. Куда ты тормозишь? Кого, блин? Все, пошел. Чего-то не вижу за зеркалом. Вроде никого нету. Апа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Тихо. Оп. И выско... Вот. Поняли, да? Сила полного привода. Тупо полный привод зарешал. Хлоп. И мы даже не обочечники, а просто нормально успели проехать красиво. Так. Время еще есть. Время еще есть. Успеем съездить на другую сторону. Хотя вот она, деревушка вроде как... А, не-не-не-не-не-не-не. Все правильно, все правильно. Я поехал с другой стороны. Сейчас объедем. И как раз вернемся к деду в деревню. Он 100% ничего не заподозрит. Ну, кроме как маленьких косяков по тачке. Но я скажу, что я ничего не видел. Я просто спал. Я спал. Там слышал какие-то шумы во дворе. Думал, что это дед. Хе-хе-хе. Но это оказался не дед. Так. И ключи. Ключи надо вернуть обязательно от тачки, чтобы не было вообще никакого палева. Главное. Главное не спалиться в данной ситуации. Кстати, он больше 150 не едет, по-моему. Надо бы было куда-то его на трассу прямо раз... Нет! Блин! Вот это обида сейчас была. Ну, тут занесло. Походу, пыльная... Пыльная дорога очень и занесло. Хотя я не знаю, какая скорость была. Возможно, просто я скоростные режимы совсем начал нарушать уже жестко. Но опять-таки я сказал, что сегодня неадекватная серия. Я не знаю, я говорил, что это РП. Наверное... Наверное, не говорил. И хорошо, если не говорил. Потому что это нифига уже не РП никакое. Просто хотелось какого-то неадекватного вождения. Оп! Оп! Давай! Давай! Пошел! Ну! Ну, давай, ехай! Давай, давай! Ой, хорош! Какой хорош! О! Все отлично, отлично! Видите? Ну, правила как бы гласят так, что они должны меня пропустить. Потому что у меня... Ну, я в горку поднимаюсь. Они с горки спускаются. Им гораздо легче, чем мне. Поэтому все круто. И я просто топнул! Просто на все деньги топнул. Так что едем дальше. Здесь в туннеле нельзя обгонять. Так что никогда не обгоняйтесь в туннеле. Просто это запрещено правилами дорожного движения. Никогда не нарушайте правила дорожного движения. Это реально плохо. Можно убиться. Вот как я сейчас. Просто в ми... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это что вообще было? Как я так подлетел? Куда? Куда, блин? Я что, застрял? Я застрял на крузаке? Это печально. Стоп! Так, полный... Стоп! Подождите! Быстро включаем полный привод. Смотрите. Так, полный привод на Q и пониженное на E. Все отлично! Все отлично! Поехали! Продолжаем. Так. Включаем нейтральную передачу. Выжимаем тормоз и включаем QE. Чтобы включился полный привод. И всякий такой привод. Она не работает. Ну, господи божьи мой. Почему? Ну, давай, ну, давай, давай, давай. Ну, хотя бы сюда. Пофиг уже. Пофиг уже. Куда? Главное, чтобы куда-нибудь. Так. Тихо. Тихо. Нормально. Нормально. Подвеска. Подвеска отрабатывает просто на ура все вот эти неровности. И проезжаешь. Проезжаешь их. Просто как будто это шикарный автобан. Такой ровненький. Вот прямо как здесь. Смотрите. 120 летим. Никаких ни встречек. Ни поперечек. Ничего нету. Просто летишь. И все офигительно. Давай. Давай. Делаем красиво. 150 в повороте. Страшно. Страшно. Не вижу ни хрена, что впереди. И просто, просто на удачу. Просто на удачу. Так. Вот он. Вот он. А нет. Это не тот. Не тот. Не тот. Не тот. Не тот. Не тот поворот. Нам дальше надо. Просто неадекватная серия. Надеюсь, вам она понравится. Будет реально веселая. Я стараюсь максимально неадекватить здесь. Вот этого чувака я должен был пропустить. Но просто он увидел, что едет неадекватно к крузаке. И думает такой. Да ну его нахрен. Лучше я пропущу. Лучше пропущу. Целей буду. Не надо кого куда. Вот это тоже было довольно таки интересно. Сразу вспоминается какая-то серия недавняя. Вот что-то подобное там было. Вот так. Довольное. Довольное село. Быстро. Быстро едем в довольное село. Это, как вы понимаете, задний проход. Задний проход в село вот такой вот огибательный. Можно здесь объезжать. Можно там объезжать. Где хочешь, там и объезжай. Можно было там через трамплин прыгнуть. Потому что там был старый мост. Но он сломался. И теперь там нельзя проехать. Но здесь как бы можно. Так. Видишь трактора. Я знаю, что это дом моей бабушки и дедушки. Паркуюсь. Паркуюсь. Торможу. Паркуюсь. Красиво. Аккуратненько. Оп. Оп. Все. Все. Быстро. Нейтралочка. Глушалочка. Так. Все. И фары. Фары. Все. Меня не взять. Все. Никаких доказательств нет, что я куда-то ездил. Ха-ха-ха. Короче. На этом серия заканчивается. Это была просто угарная, неадекватная серия. Если вам понравилось, то ставьте лукасы. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Механика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok